Потому что мы действительно уже, я еще раз говорю, что никто не заметил, что граната у нас уже в кармане оказалась потихонечку, полегонечку, под красивыми этикеточками. Нам вместо еды стали действительно продавать какие-то страшнейшие суррогаты. Они все действительно очень вкусные, потому что ярчайшие вот эти усилители, усластители, они как наркотик начинают действовать. Это уже действительно входит в разряд уже курения и алкоголя, потому что это же неестественные вкусы, которые тебя подсаживают. Не бывает такого вкуса в природе, как Red Bull. Ты упиваешься, давай. Настолько, или там, как Coca-Cola какая-нибудь, или ты гамбургер жрешь с этим с глютаматом натрия. Понятно, он будет вкусный. Ты на этот глютамат просто подсаживаешься, потому что вот глютамат, он тебе, ты что им не посыпь, тебе будет так же вкусно, как этот глютамат. Гамбурглер, который ты ешь. Ну, человек, естественно, ему же не говорят, он говорит, ешь, пей, там, это самое, вот. Он думает, что вот все хорошо, все кругом честные, хотят, чтобы он был здоровый и красивый. Но это не так. Это не так, и мне кажется, это правильно. Вот я еще раз говорю, что я даже, как бы начитавшись всего этого, и немножко приоткрыв глаза на то, что вообще в моей жизни происходит, занялся экологически чистыми какими-то продуктами, которые, как бы, хочу и сам потреблять, и хочу, чтобы люди, как бы, ели тоже чистые. Конечно, будь кто-то, пусть выживет, хоть кто-то же должен жить. По крайней мере, те люди, я вот раз привез им барашка там из-под Тамбова, который действительно вырос на полях, на воздухе, потому что это очень важно, что ест животное, что пьет. Ну вот, и все, и какая-то маленькая лепта будет с моей стороны вложена. И чем больше таких людей будет, тем здоровее будет нация, тем счастливой будет жизнь.